Совсем недавно, этой весной, президент Соединенных Штатов совершил один из самых своих безответственных поступков. Он вышел из ядерной сделки, из ядерной программы Ирана, которая была заключена между Ираном и другими шести большими державами. И этот поступок поднял ряд вопросов по поводу Ирана. И у меня такой к вам вопрос. Знаете ли вы Иран? Возможно, когда вы слышите про Иран, у вас возникают такие ассоциации, как ковары, шафран, писташки и персидские коты. Иран – это большая цивилизованная страна, которая считается мостом между Западом и Востоком. В недавнего времени европейцы называли эту страну Персия. Те из вас, кто внимательно слушал на уроках о географии, помнят, что Иран – это страна в Востоке Азии. Иран – это страна в Востоке Азии, и ее столица – город Тегеран. И также есть замечательные туристические города, такие как Испахан, Ширас и Язм. Вот это город Тегеран, город в котором я живу, он находится на Сибири и Ирана, окружен город, горами. И сейчас я покажу вам несколько примеров знаменитой архитектуры Ирана. Это город Испахан. Это город Испахан. uh, ancient, uh, site of the old city Persepolis, enclosed with Shiraz. это буины города Персиполис рядом с городом Шираз. Еще один вид оттуда же. Этот город находится в Иране посреди пустыни. Еще один вид города Яз. С традиционной архитектурой. Традиционной архитектурой. Город Кашан. Возможно, вы слышали имена таких персидских царей, как Кир, Дарий, Серкс. Которые встречаются в ветхозаветных книгах «Сверь» и «Разрыв». Сказать по правде, даже для самих иранцев не просто сказать, где именно находится Иран и что это значит быть иранцем. Исторические границы моей страны менялись несколько раз и культурная идентичность тоже претерпела много преобразований. История всегда была одной из самых важных интересов для иранских интеллектуалов, писателей и художников. Иранская история делится на две важные эпохи. Это до и после принятия ислама. Иранцы и сейчас много мусульман. Хотя наша старшая религия не была слава, но была зорастириана. Моральная доктория отриблена к прорыву Зорастир, который приносил инспирацию Фредиш Ничей в книге в его аккорректорной мастерпице. Сейчас иранцы в основном мусульмане, хотя нашей древнейшей религии был зорастиризм, это учение, в центре которого находится пророк Зорастустра, тот самый, который стал мгновением для философского романа Фредиш Ничей. Иран – это одна из немногих мусульманских стран, в которых люди говорят не на арабском языке, а сохранили свой собственный. В нашем случае это персидский язык. Это пример каллиграфии священных книг Коран. Это характерная иллюстрация книг персидской поэзии. Ирана, поэзия, стала национальной московством. Ирана, поэзия. 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 Я знаю, что это для вас. Я прочитала, чтобы вы могли услышать музыку моего языка, и я сейчас кратко это переведу, тут речь идет о том, что никто не знает, что такое вечность, никто не знает, в чем загадка жизни, между нами стоит пелена, и когда эта пелена падет, не останется ни меня, ни тебя. Спасибо, Юлия. Я уверен, что это очень тяжелое. Продолжение следует. Из-за популярности verbal arts в Иране, visual arts have always developed and evolved on the sidelines. И поскольку в Иране всегда особую роль играло словесное творчество, поэтому визуальное искусство всегда было немного на обочине. The ancient tradition of Persian kings was to praise poets and to subsidize their living costs. Хотя и на Гревле у иранских царей была традиция поддерживать поэтов, оплачивать их расходы на жизнь. The court of kings was located with numerous poets who gathered from a fire. The king chose the best poets and ordered prominent calligraphers and adept miniatures to create poetry books in order to double the pleasure of reading poetry with art. И цари выбирали лучших поэтов, лучшую поэзию и заказывали каллиграфам и художникам и отменять юристам иллюстрировать эти книги так, чтобы подчеркнуть искусство поэзии и удвоить удовольствие от чтения. I recommend that you all see the calligraphy, layout and illustration of Persian literary masterpieces such as Shahname. You may be in Russian you call Shahname as soon as possible. Aside from becoming familiar with ancient Persia, we have certainly gathered here to know more about Iranian graphic design. Historical roots have been crucial for Iranian designers even today. Исторические корни всегда были очень важны для иранского дизайна и в том числе сегодня. As a designer, like many of my Iranian peers, I believe in constant motion between the legacy of the past and the requirement of the present. I always put magazines, books, posters and the visual world under magnifying glass in search of the better understanding of contemporary history. И когда я работаю над журналами, книгами, постерами, я всегда смотрю на свою работу через призму современной истории. В 1907 году в Иране произошла конституционная революция и, пожалуй, в истории современного Ирана это очень важна. Это очень большая веха, значение которой не меньше, чем значение мусульманского завоевания. It is worth nothing that Iran was the first Asian nation to start the revolution against the aristocratic power of the king and to restricting him with establishment of fundamental law. Важно отметить, что Иран был первой азиатской страной, которая поднялась на революцию против автократической власти царя и ограничила его привилегии путем установления основного закона, то есть Конституции. Иранская Конституция была построена на основе Конституции европейских стран, но, тем не менее, как мы знаем, закон часто становится последним бастионом. Конституционная революция основывалась на постепенном знакомстве Иранцев с западной мыслью, культурой и искусством. Появление печатного станка, гравюры и фотографии привело к тому, что чтение магазинов и книг стало любимым и серьезным занятием среди иранцев. Этот интерес стал причиной бурного развития прикладных искусств, таких как графический дизайн, последующих десятилетий. И много лет спустя после этого важного события, революции, начинающие дизайнеры и художники из школы изобразительных искусств начали делать какие-то графические проекты. В 1934 году в Тегеране был основан университет Тегерана, и это стало важным поворотным моментом, который привел к переходу от старых методов к новому образованию. Художники и архитекторы очень энергично вдыхали новую жизнь в иранский дизайн. Это был пример известного иранского скульптура, он очень известен по всему миру. Это картину Маркуса Григориан, которая имеет иранско-армянское происхождение. Это мой преподаватель в университете, Махамед Насаи, это его работа, и он очень вдохновлялся каллиграфии в своем искусстве. Айдин Абдашду. Это Айдин Абдашду. Абдашду. И, наконец, я хочу рассказать вам о Мортезе Мамаезе. Мы называем его крестным отцом или отцом графического дизайна в Иране. В 16-х годах иранский графический дизайн успел отцом отцом и иллюстрации отцом отцом, профессора Мортезе Мамаезе, который сейчас родом модернский графический дизайн. Благодаря стараниям этого человека, дизайна Мамаезе, в 1960-х, графическому дизайну удалось самостоятельно отделиться от живописи и иллюстрации. Поэтому мы называем его отцом графического дизайна в Иране. It must be noted that this transformation occurred during an important period in Iran's contemporary history, which the historians call modernization. И важно отметить, что это оформление графического дизайна самостоятельного отрасли проходило во время такого важного периода в современной истории Ирана, который получил название «модернизация». The band-liber regime, the last Iranian dynasty before revolution, Islamic revolution, had an almost modern tendency and carried out westernization policies, such as the establishment and development of science and art academies. Вообще режим Пахлави, это последняя иранская династия, имел тенденцию сближения с западом, то есть странизации, и они также занимались развитием, развитие институции науки и искусства по западному образцу. In mostly negative reaction to these policies, the Islamic revolution in 1979 gave an end of the Pahlavi dynasty and opened a new chapter in the contemporary history. In Iranian contemporary graphic design to nearly 50 years of Iranian graphic design history, at least three generations of Iranian designers have emerged. И за последние 50 лет развития иранского графического дизайна появилось по крайней мере три поколения иранских графических дизайнеров. Первое поколение, которое я лично считаю золотыми годами графики, составляли выпускники школы декоративных искусств и колледжа изобразительных искусств, университет Тегерала. Due to their painting studies, they mostly had a tendency toward illustration and were simultaneously influenced by the world's current design. The efforts in 16 and 70 years led to qualitative changes in posters, books, magazines, theatres, exhibitions, and even the film title sequence in Iran's emerging industries of publication, cinema, and advertising. Их работы в 60-х и 70-х привели к значительным изменениям в искусстве подката, книге, журнала, театра. Они делали много выставок и даже работали над титрами к фильмам, и в итоге в Иране появились целые такие отрасли публикации, рекламы, кино. Вместе с Муртезомом Айезом, известные дизайнеры, как Фашид Незгали, Эбрахим Хайги и Гоба Шива, пытались соединить художественную связь с Муртезом. Это все еще работа дизайнеров первого поколения. Предыдущие слайды это были работа моего университетского профессора, который очень увлекался типографикой. Это все первое поколение. Это все первое поколение. Первое поколение. Он был график дизайнером. Вы наверное слышали ее название. Он был дизайнером два года назад. Это очень известная работа иранского дизайнера Абаски Растани. Возможно, вы слышали это имя несколько лет назад. Итак, второе поколение иранских графических дизайнеров, которым я как-то вернулся, сфорографировалась и начали свою профессиональную работу во время Исламской революции и восьмилетней Ирано-Иракской войны. Главным достижением этого второго поколения была смелость в отходе от иллюстративности предыдущего поколения и движения навстречу типографики, которая основывалась на традиционной иранской каллиграфии и также сочетала современную типографику. И сейчас мои коллеги, которые преподают в университетах и частных школах, играют роль связующего звена между достижениями дизайнеров первого поколения и идеями молодых студентов. Основываясь на этом, они создают национальную графику, которая соответствует международному уровню. Среди графических дизайнеров своего поколения я хочу отметить Саеда Мешки и такой имени как Реза Абедини. И сейчас я показываю вам примеры работ дизайнеров второго поколения, которые работали уже после Исламской революции 1779 года. Третье поколение иранских дизайнеров состоит из молодых специалистов, которые создавали свои работы в Иране по всему миру последние десятилетия. Это поколение развивает собственный свободный стиль и они считают, что все что угодно, что встречается вам в жизни может служить источником вдохновения. Городская жизнь, личный опыт, политические события и художественное наследие прошлого и другие вещи дают этому поколению возможность выразить свои опасения и свои мечты. Развитие интернета и возможность быстро обмениваться знаниями и знакомиться с графическим дизайнером других стран в свою очередь является большим шагом и ставит там многие новые задачи. Их работа и дизайнеры этого поколения – возможность подумать о тех условиях и событиях, которые определили судьбу Ирана за последние годы. Их работа и дизайнеры этого поколения. Их работа и дизайнеров. Их работа и дизайнеров. Это как раз то поколение, о котором Маджик сейчас говорил. И глядя на нее, вы можете увидеть, на какой высоте находится граф-дизайн в Иране, как мастерски они кнут эти буквы, не боятся сплетения с латинской типографикой, как это все в листе классно сидит. Спасибо. Их работа и дизайнеров. А сейчас я хотела бы рассказать вам об иранском журнале, посвященном графическому дизайну. Нишан. 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 Нишан means sign. Он называется Нишан. Это слово означает знак. Нишан – это индивидуальный магазин. Я – эдитер-чиф. В 2010 году. Базан в Терране. Дизайнеры, чтобы дать информацию, дать информацию, дать информацию, в сфере графического дизайна, для общественного и общественного зрения. Нишан – это независимый журнал. Его офис находится в Терране. Я являюсь его редактором. И наша цель – собрать источники информации и вдохновения в области графического дизайна для аудитории в Иране и по всему миру. Иран – это первый и единственный графический дизайн магазин. Он не только представляет разнообразную дизайну в стране, но также представляет связи между важными работами иранского наследия и на протяжении эпох. Этот журнал отражает как международные тренды, так и задачи дизайнеров Ирана, и также мы собираем разные просветительские материалы, которые написаны заслуженными экспертами, с целью наладить связи между графическими дизайнерами Ирана, Азии и других шестей света. Нишан публикуется ежеквартально его аудитории – это профессиональные дизайнеры, студенты художественных хозов, а также все люди, которым интересен исследовательский подход к изучению дизайна и визуальной культуры. Нишан основная визуальная произведения создает комплектовую видимость из-за университета в Иране. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нишан является действительно... Международным журналом... И при этом не приносит... Жертву красоту... Красоту своеобразия... Иранской эстетики... Нишан... Нишан... Продолжение следует... 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 2005, is not just a slogan, but the way Nishan was born and prospered. В жизни есть разные сложности, а не только отдых. Примерно так звучит слоган, который закреплен в манифесте журнала Nishan. Этот слоган был придуман Мортизой Мамайезом, и это не просто слоган, а фраза, которая действительно отображает, как появился журнал Nishan и как он процветает. Для тех, кто интересен на Нишан Магазине, вы можете visit www.nishanmagazine.com без подписчиков в английском языке. Вы можете найти все артические артики, потому что мы открываем английский язык в мире, чтобы представить Иран графический дизайн в мире. www.nishanmagazine.com Все, кому интересно, я призываю зайти на этот сайт, у него есть английская версия, и все выпуски этого журнала опубликованы бесплатно, у нас нет никакой подписки, нам просто очень важно делиться своей визуальной культурой со всем миром. Спасибо. Спасибо. В самом деле, я бы хотел рассказать вам, кто Маджида Аббаси. Кто он? Маджида Аббаси. А теперь я хотел бы вам рассказать, кто такой Маджида Аббаси. Кто это? Я Маджида Аббаси. И я хотел бы показать вам небольшое видео, в котором показаны мои работы. Спасибо. 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 Продолжение следует...